Моторадио представляет Крупнейшего автомобильного дилера Еще раз здравствуйте Здравствуйте Мы сегодня собрались здесь не просто так А по заранее оговоренных договоренностях О том, чтобы попробовать Выслушать ваш рассказ О новых внедорожниках Которые появились у нас в России Называются они по-простому танк По-английски танк, наверное На самом деле они из Китая Хотя они похожи одновременно и на Land Rover Defender И на какой-нибудь там Гелендваген и в общем Бог знает на что Но тем не менее они поражают необычностью Красотой Необычностью в том смысле, что у нас Таких квадратных, красивых Пропорциональных автомобилей Особо так как-то раньше и не было Это большая коробка такая Что я за вас рассказываю Расскажите, что это за бренд Откуда он взялся Каким образом попал к нам Сколько стоит И на этом мы закончим Ну давайте несколько вводных слов вообще Про этот бренд Откуда он взялся Это действительно китайский бренд Входит он в группу компании в Китае Great Wall Motor В которой представлены Премиальные рамные внедорожники Тэнк Две модели 300 и 500 Чуть позже мы остановимся Он рамный? Рамный внедорожник Полноценный Это прекрасный автомобиль Я потом остановлюсь Что он и для водителя прекрасен И 500 модель Например Отлично для того Чтобы возить какого-то бизнесмена Или руководителя На заднем сидении Поэтому Многофункциональный Ну а что мы еще ждем Да, товарищи слушатели От представителя Конечно он будет Так красиво говорить Но тем не менее Мы потом все обоснуем Обязательно Помимо Тэнка В этот концерн Входит Бренд Хавейл Тоже представленный у нас В холдинге Бренд Great Wall Motor Именно Под ним выпускаются Пикапы И еще несколько брендов Которые пока у нас Не представлены А Черри Это не вы? Ну мы являемся дилером А Черри Тоже в себя включает Несколько суббрендов Действительно Но это другое Производительство Не связанное с Great Wall Motor Вот И есть еще Вот у Great Wall Электрические и гибридные машины Пока они не представлены На российском рынке То есть сейчас У Тэнк Как вы говорите Две модели всего Да? Да В России официально Представлены две модели Тэнк 300 и 500 300 более компактные Чем-то может быть Он нам может напомнить Уже более известный Хавейл Дарго Да Ну не всем Может быть еще известный Но в скором времени Точно станет известным Который уже продается Продолжительно у нас На рынке И 500 модель Это просто бомба Какая-то Это Ну сейчас сложно Говорить что он Конкурент чей-то Потому что все Кто мог бы быть ему Конкурентом Покинули наш рынок Ну и в общем Это А кто это был бы? Наверное это был бы Land Cruiser 300 Да Может быть Геленваген был бы В конкурентах Тэнку 500 Ну сейчас Land Rover Land Rover Да Абсолютный Defender Потому что в 500 Сочетаются И внедорожные Качества И Просто Премиальнейший Комфорт Действительно Да То есть в 500 танке В версии Премиум Например Есть не просто Подогрев задних сидений Или что-то такое Массаж А есть массаж На задних сидениях Абсолютно верно Это вообще редкость Это как в Bentley Это как Задние сидения с массажем Да Электрически выдвигающаяся Подножка Задняя дверь Распашная С автоматическим Доводчиком Ну то есть Много-много всего Неважно Независимо от модели На этих Обеих версиях Более простая Комплектация Adventure называется Более премиальная Премиум Так и называется У них Огромнейший Почти 15 дюймовый Монитор Посередине Торпеды Находится С которого Осуществляется Все управление То есть Это я Когда первый раз Сел в этот автомобиль Я поразился Передо мной Просто огромный Ноутбук Такой же Как у вас Стоит перед вами Только там В машине Экран стоит Сенсорный Все управляется Вот И По характеристикам Внедорожным У него 22,5 мм Дорожный просвет Это очень большой У него 300 сил под капотом Почти 300 Это бензин Или дизель Бензиновый турбомотор Дизеля нету Дизеля нету Только бензиновый Турбомотор Рассчитанный на АИ 92 95 Турбированные моторы Они все-таки Предпочитают 95 Слушайте А мне кажется Вот эта проблема Помните Как раньше Рассуждали Давно Что надо покупать Дизельную машину Потому что она мало ест И дизель дешевый Ну когда-то еще Было у нас в России А потом Как-то все это выровнялось И мне кажется Сейчас солярка По-моему даже дороже Стоит Дизель Сейчас стоит Ощутимо дороже Уже даже 95 Бензина А всегда Есть Ну такой баланс Между ними На самом деле Примерно В стоимости Владения Они одинаковые Потому что Дизельная машина Изначально Сама стоит дороже Процентов На 7 10 15 Стоит дороже Более экономично С точки зрения Расхода топлива Но если вы ездите В среднем Ну пробег автомобиля От 15 До 25 Тысяч в год Составляет У владельца Мы рассчитывали Стоимость Разница в стоимости Бензина И дизеля При одинаковых пробегах И разница В расходе топлива Ну экономия В месяц Составит там Полторы Две тысячи рублей Две с половиной То есть это На самом деле Несущественно Это абсолютно Несущественно Но зато ремонт Дизельного двигателя Абсолютно верно Качество солярки Ранее Сейчас я Не буду наверное Как-то экспертно Говорить об этом Но раньше Качество солярки Вернее Некачество А Некачественные солярки Встречалось значительно Больше чем Некачественного бензина Залил с водой И все И привет Чувствительность Всех форсунок Двигателя Всех элементов Двигателя К некачественному дизелю Она намного выше Чем бензинового Поэтому надежность Бензинового двигателя Она выше чем Ну Не надежность А Бензиновый двигатель Съест больше Некачественного бензина Чем дизельный двигатель Да И останется в порядке Бог с ним Давайте мы обратно вернемся Значит Дизельных моторов нет Есть бензин 300 сил 300 сил Трехлитровый При каком весе Это зачем так много Тяжелая машина Машина тяжелая Машина Снаряженная масса У нее Две с половиной тонны Она достаточно тяжелая Снаряженная Полная масса Ну Или как Грузоподъемность Можно сказать 500 килограмм Для легковых машин Не очень применим Термин Грузоподъемность Но 500 килограмм Она добавляет К своей снаряженной массе Ну 300 сил И 500 Ньютон на метр Крутящий момент Обалдеть Поэтому Это важно Для внедорожника У него Задача Помимо того Что Так как он премиальный Красиво ездить по городу И комфортно В нем находиться Он может Преодолевать Брод Например 500 версия Может преодолевать Брод 80 сантиметров Угол Въезда 80 сантиметров Это маленькие ручеи Мы переезжаем Легко Получается Это без обвески Без вот этих Труб Специальных Заводская Комплектация Позволяет Преодолевать На 500 80 А на 700 Ой На 300 70 сантиметров Воды Это Глубоко Не лужа Это прямо Водное препятствие Серьезное Там Угол Заезда В гору У него Почти 30 градусов Естественно Нам нужны И крутящие моменты Мощные двигатели Чтобы дальше Это все толкнуть Именно поэтому Достаточно высокая мышца Ну и динамику Для такой машины Которая весит 2,5 тонны До 100 километров Он разгоняется Меньше чем за 10 секунд Очень хорошо Более чем Поэтому ты можешь На нем И по бездорожью И по трассе себя чувствовать Совершенно уверенно Не уступая место Никаким там Легковым Или другим Каким-то Мощным внедорожникам Ну и в принципе Мы уже привыкли Что большая машина Большая дорогая машина Должна быть мощной Ты должен на ней Иметь возможность Сделать все Что ты хочешь На дороге Ну или в бане Сидя сказать У меня 300 сил Ребятки И в бане тоже Так что да Мы продолжаем эфир С участием С участием Компании Аларм Моторс А именно Евгений Кабанов У нас в эфирной студии Директор управления По работе с ключевыми И корпоративными Клиентами Автохолдинга Аларм Моторс Слушайте А вот это вот Вот такое длинное Название Вашей должности Я понимаю Что оно там Где нибудь В администрации президента Где нибудь там В приемной убегло Оно так вызывает уважение А обычно люди Наверное думают Что такое Ключевой И корпоративный Это же Это разные клиенты Или они могут быть Корпоративные Ключевыми Могут быть и такими И такими Действительно Корпоративные могут быть Ключевыми клиентами Но ключевыми могут быть И некорпоративные клиенты Поэтому В задачах Нашего управления Во-первых Работать с корпоративными Клиентами И работать индивидуально С теми ключевыми клиентами Которых вы только что Назвали буквально Несколько минут назад Слушайте А корпоративные Это например МВД Скажем Или какой-нибудь СОБР Им нужны вот такие машины К примеру Я фантазирую сейчас Или может быть Какие-то компании Связанные там С добычей газа Нефти Где-нибудь В плохих условиях Там где Газики Наши эти УАЗики Умирают Может это Это вот можно считать Корпоративным Это корпоративным Все клиенты Которые являются Юридическим лицом Или индивидуальным Предпринимателем Которые ведут Какую-то деятельность Коммерческую Или государственную Это все корпоративные клиенты А дальше они структурируются Государственные структуры Частные компании И так далее Поэтому все это Корпоративные клиенты То есть приезжают люди Завхоз например Башни Газпрома Наш Приезжают и говорят Слушайте У меня штучек 40 Сыпьте Ну ладно Давайте вернемся К внедорожникам О дорогом чуть позднее О дешевом Сколько стоит дешевый Тэнк у вас Самый дешевый Есть какой-нибудь С поцарапанным крылом С поцарапанным крылом Я надеюсь Что у нас нету Ну точно нету С поцарапанным Мы ни в коем случае Не передавим С поцарапанным крылом Ну я условно говорю Знаете упаковка помялась Через некоторое время Уже появится В автомобилях с пробегом Наверное там Через год-два Кто поездит на этом танке Или через месяц-два Кто-то купил уже 300 И решит пересесть на 500 Оставит поцарапав крыло На нем перед этим Поэтому может быть Появится с крылом Но сейчас Самая дешевая Из линейки танков Это Тэнк 300 Начинается цена От 3,699 У него А что это за цена? Кто в этой цене У нас еще Тут играет? Сложно сказать Кто играет Потому что УАЗ УАЗ Ощутимо ниже Играет в цене Так как ушли Все конкуренты Этого сегмента Действительно Наверное Это бестселлер Так мы называем Это лучшее предложение В сегменте Этого класса автомобилей А кто еще рамные Делает сейчас? Наверное Можно сказать Никто Можно сказать Из иностранных Производителей В общем-то Никто И не делает Но есть еще у нас Хавейл H9 Из их же Это в общем Их же Холдинг Поэтому наверное Таких полноценных Внедорожников Не кроссоверов А внедорожников Рамных Наверное И нет на российском рынке Слушайте А рама вообще За что ее ценят? Почему? И наоборот Вот многие говорят Не-не Несущий кузов Тоже хорошо Это жесткость кузова Которая что дает? Внедорожник У него есть крены Перевалы Через Различные препятствия Кузов Не рамный Начинает играть Соответственно Рамный кузов Он у тебя жестко С машиной Ничего не случится При преодолении Любых препятствий Вот это основной плюс Он именно Почему плюс? Рамный внедорожник Всегда словосочетание идет Рамная легковушка Она не нужна никому Она жесткая Тяжелая Рама утяжеляет Автомобиль Естественно А рамный внедорожник Значит это тот автомобиль Который действительно Может использоваться На внедорожни Не Когда снежочком Присыпало у нас Немножко больше Чем может проехать легковушка И это кроссовер Справляется А именно Какие-то Бездорожные препятствия Ну достаточно вспомнить Ниссан Патрол великий Абсолютно верно Ленд Крузер ВХ Вот эти старые Там и короткобазные Длиннобазные Восьмидесятку Да Совершенно верно И прямо ностальгия такая Да Действительно Здорово было бы Слушайте Что Давайте дальше Что у нее с Раздатками Трансмиссия Можно ли там Включать только передний привод Или полный всегда И прочее Что там Значит Там на всех у них Подключается полный привод То есть ведущий Все-таки Вот в обычном режиме Задний Ага Так На передней оси Стоит муфта Значит По блокировкам В базе идет блокировка Заднего моста Заднего дифференциала В версиях премиум В версии премиум Дополняется блокировка Переднего моста То есть Кто не знает Передней оси Вернее Это мы если Одним боком Целиком застряли И все проворачивается Вернее Пытаемся выехать А у нас вместо этого Крутится противоположное колесо Да Когда мы включаем Все блокировки То вот эти колеса Которые завязли Они потихонечку Начинают крутиться И ты можешь выехать Да Так Одно стоит на месте А другое крутится При блокировке Крутятся все колеса Постепенно Есть понижающая передача Вот поэтому В общем Все функции Для внедорожья В нем есть У него даже есть Электронная функция Удержания Небольшой скорости При езде По бездорожью Чтобы ты не превысил Слишком Да Есть неопытные Есть неопытные Водители Чтобы ты не переразогнался Не дал слишком большую Нагрузку На систему автомобиля На механические Да В этом случае Тебя ограничивает Он не надо Быстро При включенной Понижающей передаче При езде По бездорожью Гнать не надо Слушайте А обычная городская езда Вот мы едем Едем себе На заднем приводе Да Если вдруг Раз подскользнулись Автоматом все Срабатывает Все эти муфты Да То есть подхватывается Передний мост Тоже Ну в смысле Подскользнулись Наверное полный привод Не срабатывает Ну я образно говорю Да При пробуксовывании Начинаем То есть это автоматически Все Водителю не надо Думать Самому Чего-то Нажимать Еще ряд режимов Которые автоматически Либо раньше подключают Либо позже подключают Это городские режимы Ну различные варианты В зависимости от того По какому покрытию Ты сейчас двигаешься Колеса У нас можно будет Где-то когда-то Бэушные купить Я имею ввиду Что там нет Какого-то эксклюзивного Размера колеса Необычного Все же колеса Достаточно есть Стандартные размеры То есть от газели Ну от газели Натянуть наверное можно При большом желании Ну типа размерности колеса Они доступны Возможно И можно поставить Обычную резину Можно внедорожную резину Ну опять-таки То что у нас доступно Сейчас на рынке Понятно что мы чем-то Можем быть ограничены Трансмиссии Все автоматы Да Автоматические Механики Гидротрансформатор Нормальный Обычный Стандартный Как мы привыли Полноценный автомат Жидкостной Некоторые еще говорят Да А подвеска Пружинная Или есть Пружинная подвеска Воздушная нету Нет Воздушная нету Пружинная подвеска Передняя независимая Задняя 500 Зависимая подвеска Ну везде На рычаге В общем Он Достаточно мягкий Нет такого Что ты едешь Вот как на рессорной машине И там трясешь Нет такого нету Комфортная машина С точки зрения езды И при этом Ну за счет вот этих функций Всяких полноприводных Блокировок и так далее Она дополняет комфорт Возможностью преодоления А что это вообще за бренд В целом Можно говорить Что председатель Си Например Там любит Катается иногда По Пекину На технике такой Ну председатель Си Я не слышал Чтобы катался на этом бренде Хотя вполне возможно Что такое и было Кто знает Да Мы не все знаем Что там происходит Ну это вообще вот По китайским меркам Там в той далекой стране Это одна из крупнейших Один из крупнейших Холдингов То есть там его все знают Да Хавейл там знают У нас По стоку поскольку еще пока Да У нас Я могу сказать Что сейчас Известность этого бренда Ну вот Сейчас наверное Продажа именно Хавейла Да Которая находится в этой группе В более массовом сегменте Там Джолиона В седьмой Это уже превосходит продажи Корейцев наверное Когда они массово продавались То есть на нашем рынке А что там у нас Махав да По-моему Это у Киа есть Ну у Киа Большой если говорить Если про большие Да Это Соренто И Махав Соренто какой Он не подходит Он маленький Можно его приблизить К трехсотому Соренто А Махав И тут Нет Наверное Махав до пятисот Не дотянет Даже по размерам Можно посмотреть поточнее Но Махав меньше Пятисотый конечно Это совершенно другая машина Но она не сравнится Ни внутри Ты садишься реально В премиальный автомобиль Ну не в лакшери Наверное Но прямо в премиальный На пятисотом танке В премиальной версии У него в заднем подлокотнике Даже есть свой мониторчик На котором ты можешь Управлять системами автомобиля То есть для заднего пассажира То что я говорил Что можно Кондиционером В основном Да Слушайте А вы вот так вот Так по-честному хвалите Это потому что Вам каждому Каждому Директору управления По работе С ключевыми клиентами Выдают такую машину В пользование Нет Я езжу Такой я Если честно сказать Я Сам лично На внедорожниках Не очень люблю ездить Это наверное Первый внедорожник Который понравился Эмоционально зацепил Когда я в него сел Действительно Я понимаю Что ездить Наверное На таком автомобиле Я не хотел бы Просто потому что Люблю низкие машины Но я испытал Какую-то эмоцию Интересную Когда сел В этот внедорожник Меня удивил монитор Выезжающая подножка Это китайский автомобиль Выезжающая подножка На каком есть На рейнджроверах Вроде как Совершенно Разные классы Разные классы Разный вес автомобиля И тут я получаю Рейнджровер Еще что-то Ноутбук в машине И кучу комфорта Потрогаешь сидение Трогаешь обшивку Она реально Качественнее Чем европейские Какие-то Вот эта тройка БМВ Ауди Мерседес Трехлетней давности Наверное Машины такие Алькантаров Примерно Алькантаров Ну из кожи убитого врага То есть они убивают Рабочих С соседнего завода Джили Из их кожи Извините Да Слушайте А если по опциям Пройтись В штате Что есть у нас Климат-контроль Штатный Сейчас Наверное Во всех китайских Автомобилях Даже сложно То есть просто Кондиционера нет Уже нет Да Есть климат-контроль Трехзонный климат-контроль Спереди Слева Справа Сзади Отдельно Камеры кругового Обзора Плюс дополнены Еще парковочными радарами Автоматическая функция Парковки Есть помощь При выезде С парковки Предупредительные сигналы Удержание в полосе Адаптивный круиз То есть он видит Двойную сплошную Да? Двойную сплошную Он в принципе Полосу видит Это когда идет разметка И если ты Наезжаешь на разметку Он тебя поправляет Чтобы ты Вернулся в свою полосу А он как поправляет Парень Парень Левее Есть вариант Когда он тебя Информирует А есть когда Корректирует руль Немножко Такое тоже есть Ну аккуратно Не то что он резко Уходит Такое тоже есть Адаптивный круиз-контроль Когда ты можешь Пристроиться За впереди Идущей машиной На определенном расстоянии Нажать кнопку То есть как на хороших Вольвах И так далее Да Ну естественно АБС Понятно АБС Там мультимедия Там Ну я даже Про эти системы Уже даже не говорю Там мультимедия Там 8-12 динамиков Там навигация Ну есть все Чего же душа Только может пожевать Слушайте А как китайцы Как они адаптируют Машину К российскому рынку С точки зрения электроники То есть меню Все русское Естественно И навигация Например Я могу поставить Сторонние приложения Какие-нибудь Ну у них же у всех есть Ну там Яндекс Какой-нибудь Это Apple CarPlay И Android Auto Да Поэтому подключаешь телефон У тебя на мониторе Твой телефон Высвечивается Поэтому здесь В общем То есть какой есть Навигатор на телефоне Такой ты можешь Конечно Это уже намного удобнее Потому что все штатные Навигации в автомобилях Которые Вы правы Они всегда Отстают От нашего Яндекса Да Поэтому это все есть Конечно Слушайте А вы такие одни В Петербурге Аларм Моторс На Выборгском шоссе Культовое место Освещенное посещением Михаила Сергеевича Боярского В свое время При открытии Оно до сих пор цветет Раньше там Форд когда-то жил Да Теперь Теперь вот Тэнк Кстати по поводу названия Что-то вот все-таки Есть в этом такое Не то что настораживающее А какое-то Ну Вот у меня какое-то Странное ощущение То есть Не значит Что этот бренд Вернее Что название Как-то там плохо звучит Или там Какое-то косноязычное Там нет Но что-то Может быть немножко Милитаризация какая-то В этом такая Проглядывается А вот ваше ощущение От самого названия Сейчас такая ситуация Да Геополитическая Что действительно Мы во многом Проглядываем Какие-то параллели Да И в этом названии тоже Я думаю что Когда Китай Производила Запускала название Этого автомобиля Вряд ли Думали И прогнозировали То что будет Сейчас происходить Поэтому Наверное не стоит Думать о том Что это с чем-то связано Вот название Ну просто если кто-то Вам говорит Вот тот же самый Завхоз Башни Газпрома Приезжает Говорит Я бы купил Евгений У вас бы Штук 40 Ну какое-то название Такое Как вы такого человека Успокаиваете Название прекрасное Мы уже в СМИ Видели что Наше замечательное То что вы назвали ФСО Да Ездит на Тэнк 500 И в СМИ Это буквально Неделю-две назад Все публиковалось Поэтому Можно сказать Если он Спросит про название Что как-то Что-то не то Для ФСО Даже все то Все Убедили с первого раза Холдинг Алар Моторс У нас в гостях Оно Престижная Большая Компания Алар Моторс Ведь много же где у нас Да Или как Или в одном Нет У нас много Дилерских центров В Санкт-Петербурге Мы крупнейшие дилеры В Санкт-Петербурге И С точки зрения Наверное Зданий И Представленных брендов И с точки зрения Количества продаж На севере у нас Уютный На Выборгском шоссе Замечательный А где еще? На Выборгском шоссе У нас представлены Два рядом стоящих Дилерских центра Это сейчас Хёнде и Тэнк В одном здании В соседнем здании Представлены Джили Амода и Фау Следующий центр Это Савушкина 108 Там где Рено Где-то там рядом Был по-моему Напротив нас Напротив нас А вы прямо Вот с этой стороны Как бы ближе Между Савушкиной Приморским проспектом Понял Рядом с заправкой Когда едешь Вдоль реки То видишь заднюю часть Вашего Абсолютно Заднюю Переднюю Тыловую Тыловую Правильное слово Коломярский проспект Это Сейчас там представлен Хавейл Джитур А где там на Коломярском? Коломярский 18 Это рядом с Виадуком Недалеко от метро Пионерская Бизнес-центр большой Да И на первом этаже У нас дилерский центр Помимо Хавейла Джитура Бренд Солерс Это коммерческие автомобили Все вспомнил Где вы На фоне ушедшего Форда Да У нас появился новый бренд Солерс И УАЗ там Там УАЗ исторически Был много лет Еще до того Как мы получили Дилистов УАЗ Маршала Жукова 51 Ой там люди не живут Для меня Я не знаю Это вообще далеко Где-то Там уже город Там уже город Раньше он заканчивался Примерно в этом месте Наш город А сейчас там еще один город Построили Я пошутил просто Редко бываешь Город большой Огромный Не микрорайон Огромный район Там тоже представлен Хавейл Москвич А я кажется помню Там рядом с большим перекрестком Два центра дилерских Да И даже у одного есть крыши На которую можно заехать На машине Вот это наш Ценат С парковкой В том числе На крыше Дилерского центра Там у нас Москвич Хавейл И Черри И теперь Черри Вот Поэтому Еще есть отдельно стоящий Кузовной участок На Маршала Блюхера Вот Вот наши Слушайте Ну много Да Большая такая По поводу Сервисного центра Уже что-нибудь ломалось? Приезжали ли уже к вам люди? Сказали Фару разбил Врезался в дерево Дерево разрушилось Уже приезжают Пока с кузовным ремонтом Еще обращений не было По ремонту По текущему Уже на техническое обслуживание К нам приезжают Нет ТО это не то Что я могу сказать Про китайские автомобили Чтобы может быть Чтобы не выглядело Как реклама Тенка Или Хавейла Да Но И они в том числе Китайские автомобили Уровень качества Возрос колоссально За последние годы У них нету Каких-то системных Постоянных проблем С которыми Сталкиваемся Например Помните Наверное Все Ford Focus 3 Когда появился Были проблемы С роботизированной Коробкой передач Я помню Первые Грейт Воллы Вот это жесть была Первые Грейт Воллы Да Это Вот То что было В 2000-х годах Грейт Волл Первый появился Ржавеющие Какие-то С разными зазорами Дверью Ужасные Да Это совершенно Уже Прошло Монохронизм И так далее Нынешние Автомобилии китайские Ну вот Основных марок Которые Мы знаем Которые на слуху Там Джили У нас тоже есть Черри Хавейл Тэнк Все они Сделаны На Высоком Качественном Европейском уровне Пытаюсь спросить На уровне Качества чего Можно говорить Что это не хуже Чем скажем Рено Я бы даже С Рено Не стал бы Опускать До Рено Бы даже не стал Ваше слово Да Очень большой прорыв В свое время Сделали корейские Автомобили Киа Хёнг Китайские автомобили Сейчас точно Не хуже Этих двух марок Однозначно Да Мы не будем Сравнивать С BMW Mercedes Хотя Можно и с ними Сравнить В BMW Mercedes В Land Rover Куча была проблем Электрических В основном С электрикой Очень много Было проблем С китайскими Автомобилями Мы таких проблем Не испытываем Молодцы То что Стали делать Качественно Там Есть нюансы У китайских По тоньше металл Много Пишут Мы про это Не будем говорить В обзорах Пишут Но это всем известно Тоньше металл Чем у других Машин Ну есть Ну ты же получаешь Все-таки За более приемлемые деньги Классный Колоссальный Классный продукт Да Ну по тоньше Он металл Ну хорошо Тебе зачем Много металла Давайте добавим Какую-нибудь Конфетку туда Пускай Давайте так Металл тоньше Но он например Обработан специальными Радиоактивными Такими Хорошо Его структура Прямо крепче Чем толстая Все кузова Покрываются Ржавчины Каких-то точек Вот этих С окислением Не возникает Слушайте А танк не реплика Чего-нибудь Вот может быть Где-то есть в мире Какой-нибудь Я не знаю Там Фиат Или какая-нибудь Дженерал Моторс Где-нибудь В Тексас Делает что-то похожее Нет? Похожего ничего То есть он вообще уникальный Полностью разработанный У них Нарисован Сделан А у нас Что? У нас все китайские Производители В свое время Пригласили к себе На работу Европейских дизайнеров Инженеров Поэтому Все разработки Уже не чисто Китайские Я имею в виду Сделаны не самими Китайцами даже А совместно С привлеченными Джили Это концерн С Вольвой Вместе Там разработки Джили Чем-то напоминают Польво Моторы похожие Даже запчасти Какие-то подходящие Поэтому В общем Здесь Говорить что Уже Они копируют Продолжают копировать Нет Они Накопировались В свое время Разработали базу Технологическую Производственную И теперь Они самостоятельно Прямо вот Производят Создают Собственные автомобили Создают и производят Собственные автомобили Давайте о моторе Пару слов Что он из себя представляет Шестерка Что там В-образник Что там Это Шестицилиндровый Мотор Турбированный Я про мотор Наверное Много не скажу Как-то я не углублялся В тему Этого двигателя Что и как у него Но В целом Как вот ощущение Он на что-то похож Но тоже из железа Ну нет Он тоже мотор Тоже двигатель Тоже внутреннее возгорание Тут выпадает бензин Выпускает выхлопные газы Сказать о его надежности И так далее Сейчас не буду Но это не мультимотор какой-то Который ставится Много где В Китае Нет И на джили То есть это своя Это свой мотор Свой мотор Обалдеть Кем конкретно разработан Тоже не буду убрать Окей Давайте мы Сейчас вот такую черту подводим Мы говорили Так по чуть-чуть Про танк И в основном Преимущественно Про модель Трехсотую Про пятисотую Про пятисотую Все-таки говорили Она более премиальная Более интересная Трехсотую Более массовая Тогда сравнение Небольшое По размерам По характеристикам Более дешевая модель Более бюджетная Триста И пятьсот Который покрупнее У него решетка радиатора Огромная Но на этом Мои знания закончились Ну пятисотый Если с точки зрения мотора Пятисотый танк Триста сил Трехлитровый мотор Почему не пять литров Должна традиция быть Я думаю что может быть будет Трехсотый Двухлитровый Двести двадцать сил Это по моторам отличие Опционально тоже В трехсотом Например нет Подогрева задних сидений Нету Массажа задних сидений Нету Выезжающих подножек Выезжающих подножек Регулировки задними пассажирами То есть трехсотый Больше для водителя Для семьи Пятисотый равнозначно Как водителю комфортно Спереди с вентиляциями Массажами Подогревами Руля и всего Что только можно Так и заднему пассажиру Да Вот это наверное основное Ну и размеры И цена тоже У них отличается Пятисотый А цвета Вот вы тут принесли А нет Мне показалось Цветовые гаммы Напоминания по опциям Просто их очень много Чтобы если что Можно было Подсмотреть Как есть или нет Какая-то опция В них По цветам Пять цветов У трехсотого И четыре цвета У пятисотого У пятисотого Это черный белый Серебристый И золотистый Вот серебристый У вас стоит По-моему на улице Золотистый 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 стоит Тест драйвовый Да-да-да Его кто-то бежевым Называет Ну на самом деле Золотистый цвет Четыре цвета Все металлик В том числе белый У трехсотого Цветов пять Белый Черный Красный Красный Оранжевый И серый Оранжевый Прямо пожарный Такой Вообще Пионерский Галстук Да Оранжевый Вот Оранжевый Есть еще У Хавейл Дарга С которым Мы проводили Небольшое сравнение У трехсотого И оранжевый цвет Был просто Максимально Популярным Ну он действительно Красивый Тут ничего Не скажешь Причем И среди Корпоративных Клиентов Чему я В свое время Очень удивился Что обычно Корпоративный Либо белый Либо черный Либо серый Серебристый Все Такая гамма цветов Здесь Оранжевый Давайте о деньгах Тогда Можно как-то В зачет У вас Наверное Я понимаю Что стандартные вопросы А давайте Я вам сам расскажу Прошу Да Как купить Купить Вариантов купить Очень много Корпоративный клиент Это можно просто По безналу Оплатить И получить Этот автомобиль Можно с лизинговым Финансированием Где Будет первоначальный Взнос И разбитое количество Платежей Можно В обоих случаях Что корпоративный Что Физические лица клиента Можно с трейдином Купить Привезя свою машину В зачет Мы ее оцениваем Плюс То что Не надо Самому Встречаться С кучей разных клиентов Кто будет Посмотреть Прокатиться Поехали В сервис Нам ее посмотрят Отдали Оценили Устроила цена Отдали машину Эту Доплатили Сколько Надо Зависит Того Какой Выбрали За новую То есть Можно И в трейдин Отдать И доплатить Вернее Часть которую Доплачиваешь Ее можно Разбить Как-то Можно в кредит Ее взять Мы сейчас К физическим Лицам Передем Как раз Там Больше Вариантов У нас У физических Лиц Есть Прямая Покупка В деньги Пожалуйста Пришел Купил Уехал Есть Покупка В кредит Причем У Хавейла У Тенка Есть Программа От Производителя Это Беспроцентный Кредит Фактически Это Рассрочка Ты Приходишь У тебя Есть Например 20% Суммы От Того Что Ты хочешь Купить Как мне Купить Переплачивать За кредит Не хочу Сколько Есть 20% Окей Давай Нам 20% Мы говорим И в течение Года Ты должен Доплатить Равными Далями Какими-то Кусочками Стоимости Автомобиля Без 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 процентов Абсолютно Это Честная Программа Производителя Мы ее Предоставляем То есть Это в Китае Так решили Скорее В России У нас же Есть Представительство Официальная Тенка Но все равно Они запрашивали КПК И китайская Коммунистическая Партия Собиралась На очередной Съезд Я думаю Что в Россию Председатель Си Одобрил Второй вариант Кто-то говорит Я вот Не хочу За год Вряд ли у меня получится У меня У меня есть 60% Стоимость Автомобиля И если Есть 60% От стоимости Автомобиля В деньгах Можно Опять Получить Беспроцентную Рассрочку Вот этот Беспроцентный Кредит На два года Вот два варианта 20% А сколько это По деньгам Ну Примерно Если у нас Минимальная модель Тэнк 300 Стоит 3 700 Соответственно Значит 740 тысяч Есть Да Например А 3 миллиона Растягиваем Чуть меньше 3 миллионов Надо заплатить В течение года Если же Мы говорим Про 60% То соответственно Не 700 А 2 миллиона 100 тысяч Да 2 160 Вам беднее У вас высшее образование 2 200 2 200 Примерно Получается Есть И Оставшуюся сумму Полтора миллиона На 2 года Можно распределить Платежами Это сколько выходит Это Чуть больше 10 тысяч рублей Что ли Нет На 2 года Полтора миллиона Это примерно 50 тысяч рублей Что-то Подожди Вот Сейчас все Вычеркивают Точно Не хотят Все правильно Полтора миллиона На 2 года Это Чуть-чуть Больше 50 тысяч В месяц Ну И при этом Премиальный Можно сказать Внедорожник Любой Да И Младшей линии Старший Обоих Касается Вариантов Да Дальше У нас Идет Вариант С трейдином Если есть Свой поддержанный Автомобиль Который Хотите Сдать Приходите Мы Там же В дилительском центре Его осматривают Оценивают Все Меня цена Устраивает Отдаю Не хочу Заморачиваться Чтобы там Дополнительно 10-20-30 тысяч Выиграть На том Что я сам продам На это потрачу Месяц И кучу-кучу Времени И нервов Общение С непонятными Людьми Вот Оценили Вот вам Автомобиль Вот вам Доплата В кредит Пожалуйста Доплату Можно А бывают Случаи Когда приезжают Ну например Приедут к нам На Бентли Какой-нибудь Бентайга Который стоит Дороже Почти новый Купленный Буквально Недавно Как три танка Ну это Конечно Такой Кутрированный Пример Но и Такие случаи Тоже бывают Когда мы Мы берем В зачет Автомобиль Вроде как В зачет Но мы Доплачиваем Еще деньгами Выдавая Новый автомобиль То есть Выдаем автомобиль И еще Чемоданчик денег Продолжим ряд Приходит человек С документами Фотографиями Своего коттеджа Вы забираете Коттедж Я думаю Что Пора Рассматривать И такие варианты Слушайте А ведь Бренд вышел Буквально Пара месяцев Да Совсем недавно Какова Узнаваемость Сейчас Я понимаю Что вы Над этим Работаете Активно Это понятное дело Чтобы как-то Люди Знали Про такую машину Ну а в целом Есть процесс Движется Как Лучше Или все равно Приходит Что это такое Лучший показатель Наверное Это клиентская Даже не отзывы А как Хотят клиенты Купить эту машину Да Работа над Узнаваемостью бренда Это конечно Задача больше Представительства Производителя В России Мы как дилер Все таки Меньше у нас Возможности Таких Но Как только появился Автомобиль Очередь Стала На два с половиной Месяца на него Очередь Очередь стала Поэтому естественно Была определенная Все китайцы Как ни странно Все русские Вот Соответственно Мы можем понимать Что правильно проведенная Пиар-компания По Тенку Со стороны Представительства Дала Известность Уже на старте Этому бренду И люди Понимали Зачем они идут Они хотели Уже просто физически Его посмотреть И готовы были покупать Поэтому С узнаваемостью бренда Проблем точно нету Понятно Что наверное Еще не все его знают Но если бы все знали Тогда у нас Было бы не два месяца А полгода или год Слушайте Оно есть у вас В наличии Сейчас Какое-то количество Если что В наличии есть Некоторое количество Сейчас Производство будет Увеличиваться Увеличиваться Чтобы была Большая доступность Потому что С очередью в два месяца Это конечно Со стороны клиентов Есть Некоторый негатив Они приезжают Хотят купить машину А мы им говорим Через два месяца У вас же стоит Вон прямо В шоуруме В шоуруме Представляете Мы продадим машину В шоуруме Будут приходить А у нас вообще Ничего нету Нет Небольшое количество Есть автомобили Пока В наличии Ну и естественно Они будут поступать Поступать Поэтому Мы всех приглашаем В наш салон Я думаю Что в течение Несколько Месяцев Мы сможем Прийти уже К отсутствию Вот этой Двухмесячной Очереди И намного быстрее Дай бог Приходите к нам В студию А мы к вам В студию Да мы еще Это пообсуждаем Слушайте Давайте напоследок Про гарантии Потому как Ну Какие могут быть Страхи у клиента Вот я покупаю Какой-то неизвестный Да Красивый Вроде такой Да Ну в принципе Его в России Ну какая-то диковинка Я может быть И куплю Этот Игоряну Огнем Там Гранд Чироки Какой-нибудь Я знаю Что на него много Ну Неудачный пример Хорошо Фольксваген Таурек Например Да Старый И на него Куча всего И опыт есть И вот А тут какая-то Прямо такая Вот Такая непонятная штука Что вы таким людям Говорите Которые вот этого Реально боятся Опасаются Тут несколько Моментов есть Первое Самое основное Гарантия на автомобиль Состоит из двух частей Да Ну вернее Вот это Послепродажное обслуживание Да Обеспечивается Обслуживание автомобиля Производителем Пять лет С ограничением пробега В 150 тысяч километров Пять лет Как у Киа Абсолютно верно Ничего себе Да Первые три года Это гарантия автомобиля И еще два года Ну с тем же ограничением В 150 тысяч километров Суммарного пробега Это Безвозмездное Послепродажное Сервисное Обслуживание автомобиля Это Что значит Безвозмездное Это Как бы Как сертификат На обслуживание Дается Да Можно так сказать Который по составу То же самое Что гарантия Автомобиля То есть Внутри В нем То же самое Что происходит С автомобилем Если ты бы приехал В момент гарантии В период гарантийного срока Не понимаю Не понимаю Вот первые три года Как вы говорите Гарантия от производителя Что не сломается Все поменяют Бесплатно Еще два года Все то же самое Только называется Это не гарантия Мы можем С самого начала После продажное Обслуживание От производителя Вот то же самое За его счет Меняются элементы Вышедшие из строя По причине Дефектов заводских Да Не эксплуатационная Выработка Поэтому Если Ну Утребовано Можно сказать Что почти Что гарантия Пять лет Да Да Просто она По разному Называется В определенные Периоды Ну термины Бокс Главное Фактическое Положение вещей То есть Уверенность Клиента В том Что автомобиль Будет починен Пять лет Либо 150 тысяч Км пробега Вот так Можно точно сказать То есть При условии Своевременной Замены масла Фильтров И так далее Там ДТО И так далее Все у меня В книжке В сервисной ВАМе ВАМе Отмечается Ставятся Штампики Все И вдруг У меня коробка Раз и сломалась Стоит она Я не знаю Сколько Миллион И это вы Будете за свой счет Делать Да Это будет Естественно Будет какое-то Согласование С производителем Будет выявлено Причина Потому что Может быть Либо ТО не делалось Либо дырка В коробке Пробитая В этом случае Конечно Это не будет Заменено По гарантии Производителя В любом случае Конечно Почему очень важно Еще своевременно Обслуживать автомобиль Потому что В процессе Периода Времени эксплуатации Владельцам автомобиля Производитель Может заранее Понять Что В виде какой-то Статистики Что вот этот элемент У автомобиля Надо Слабое место Слабое место Надо его модернизировать Он его модернизирует И нам сообщает Что когда машина приедет Или пригласите клиента Или совместите С техническим обслуживанием И замените его Сразу уже Безвозмездно Для клиента И не возникнет Более серьезной поломки Вот если не проходить Своевременно Техническое обслуживание А если пользоваться Какими-то там Сервисами Которые не обладают Доступом К этой важной информации Соответственно Это может привести К выходу коробки из строя И что Возможно Повлечет В итоге Отказ В замене всего агрегата Потому что Это понятно Это вечный разговор Это вечный Всегда клиент говорит Что это вы виноваты А вы говорите Стараетесь Показать ему Ну вот же У тебя Ты же упал во враг Да А не мы Слушайте А жаловаться на вас Есть куда Есть какой-то китайский Сидит китаец настоящий Написано у него На табличке Танк И вы приходите Говорите Вот ваш дилер Там вот Вот Есть представитель Татанка России Где есть И сотрудники китайцы Есть горячие Я-то пошутил Почему нет Все Можно Не обязательно жаловаться Можно их что-то хорошее Можно их хорошее написать Если мы хорошо работаем И нравится как мы работаем Можно что-то позитивное написать Обычно позитивное Правда редко пишут Потому что Ну когда все хорошо Ну вроде как Все нормально А когда все плохо Обязательно напишем Поэтому мы будем рады И тем И другим отзывам Потому что Одни Помогают нам стать лучше А другие Делают приятно Слушайте Ну мы Вот поговорили Много о чем И везде по чуть-чуть И это всегда Жалко и досадно Хотелось бы Как-то там Поподробнее И прочее Но люди Которые мучительно Нас сейчас слушают Про автомобили Ждут когда же Музыка заиграет Мы просто их тоже Немножко там Обижаем В этом смысле Давайте мы будем считать Что у нас знакомство Состоялось И замечательные Внедорожники Рамные Появились в Петербурге И спасибо вам Тогда уж За визит Приходите к нам еще Приводите Механиков Инженеров Ну интересно же Как вот это вообще Вот там Все у вас происходит И будем тогда Прощаться наверное На сегодня Спасибо большое Давайте да Я напомню что это Евгений Кабанов Собственной персоной Человек в галстуке И пиджаке Большая редкость Для нашей студии Байкерской Директор управления По работе С ключевыми корпоративными Клиентами Автохолдинга Алар Моторс Спасибо вам большое Привет вашему коллективу И удачи вам в бизнесе Спасибо Счастливо До свидания